Всем привет! Это обзор на новый топовый процессор для массового рынка i7-87200K. Этот обзор уникален тем, что в нем принимает участие процессор не отобранный для тестирования компании Intel или ее партнерами, а среднестатистический, который был куплен в рознице, поэтому мои результаты не будут сильно отличаться от общей массы. Кстати, хочу поблагодарить за возможность тестирования этого процессора Макса, который заказал этот процессор через меня и дал мне возможность его протестировать для вас. Подробности о новых технологиях и характеристиках уже рассказал даже самый ленивый блогер, а мой удел это реальное и честное тестирование, так что без лишних слов сразу к фактам. Для понимания уровня производительности этого процессора я буду сравнивать его с моим старым i7-5820K и новым i7-7820X. Тестирование процессора проходило в связке с максимально подходящим для него железом, чтобы раскрыть весь его потенциал, а в роли охлаждения были заводская и кастомные водянки. И начну я с рабочих температур процессора. Первая часть тестирования процессора проходила на заводской водянке. При стоковых настройках системы процессор в основном работал на частоте 4,3 ГГц, и иногда в допоточных задачах его частота достигала 4,5 ГГц, хотя она должна была достигать 4,7 ГГц. При этом температура в простое была в районе 35 градусов Цельсия, а под нагрузкой резко подымалась до 60-70. Ну а в стресс тестах, таких как AIDA64 и Prime95, температура процессора подымалась еще выше и в среднем достигала 76-78 градусов Цельсия. Выставив принудительно частоту 4,7 ГГц на всех ядрах и запустив стресс тесты, я увидел еще более высокие значения температуры, а также троттлинг процессора. Ситуация с частотой 4,6 ГГц была почти идентичной, хотя троттлинг упал до 1%. И только на частоте 4,5 ГГц по всем ядрам я получил стабильное рабочее состояние. По итогу этой первой части тестирования можно заключить, что для этого процессора недостаточно обычного охлаждения в виде заводской водянки или большой башни. Так что в сказке некоторых специалистов про разгон на воздухе процессоров i9 с большим TDP хочу заметить, мне вообще не верится. Вторая часть тестирования была идентичной первой, только уже с кастомной SGO, что дало свои результаты. В среднем температуры упали на 10-15 градусов, а это в свою очередь дало возможность покорить частоту 4,9 ГГц по всем ядрам. А вот заветную частоту 5 ГГц он взять не смог, так как опять начинался троттлинг процессора. Теперь перейдем к результатам тестирования производительности. Сами результаты меня немного озадачили, я ожидал хоть и минимального, но полного превосходства нового процессора 8700K над старичком 5820K. Но в играх как раз 5820K было немного производительнее, и как я понимаю это связано с четырехканальным режимом работы памяти и возможно с немного большим кэшем процессора. Такое осуждение доказывают синтетические тесты в программе AIDA64, где по чтению из памяти и запись в нее 5820K обходит 8700K. Но в то же время тесты 64-разрядных RAID TRACE показывают преимущество нового процессора над старым, что затем подтвердилось в тесте Cinebench и рендеринге видео, в котором новый процессор получил хоть и небольшое, но очевидное преимущество. По итогу можно сказать, что новые топовые процессоры для массового рынка дают производительность равную младшей модели топовой платформы, а иногда даже немного большую, но нужно позаботиться о хорошем охлаждении. На этом казалось бы все, но Макс будучи человеком великодушным разрешил скальпировать свой процессор и нанести жидкий металл под крышку. А что из этого вышло, вы узнаете из следующего видео, которое выйдет совсем скоро. К pros consultелю Макс Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...